Израиль нанёс удар по химическому заводу в Сирии. Может ли победа над исламским государством привести к новому региональному конфликту? Было бы здорово довести до конца, всё-таки добиться того, чего мы хотим. В чём обвиняют российскую фабрику троллей её бывшая сотрудница и корпорация Фейсбук? Россия несёт большую угрозу, чем ИГИЛ. Пётр Порошенко рассказал о главных опасностях для Украины. А в Краснодарском СИЗО нашёлся украинец, которого предположительно в Россию выманило ФСБ. Это будет очень глобальное политическое изменение вообще, в принципе, в стране. Скандал на выборах, о которых забыли рассказать гражданам. За что глава ЦИК Элла Панфилова сделала выволочку мэрии Москвы. Что такое Украина? Кто такие мы, украинцы? Насколько мы модерновая, ну, то есть современная. В Киеве открывается фестиваль «Гогольфест». Его основатель – режиссёр Влад Троицкий. Об Украине и современном искусстве во время войны. Здравствуйте, я Тимур Олевский. ВВС Израиля нанесли удар по объектам войск Башар Асада, заявили сегодня в Дамаске. В заявлении сирийской армии сообщается о гибели двух военнослужащих и материальном ущербе. Официально Израиль эту информацию никак не комментирует. Израильская газета «Гаарец» утверждает, что удар был нанесён по научно-исследовательскому объекту в городе Масьяв в провинции Хама, на территории которого велась разработка биологического и химического оружия. При этом говорится, что ракеты были запущены с нового американского самолёта F-35, сделанного по технологии «Стелс». Бывший высокопоставленный офицер Масада сообщил сегодня изданию «Ньюзру», что операцию по нанесению авиаудара по объектам в Сирии можно назвать «деликатной», поскольку она проводилась вдали от Израиля, в месте, цитата, которая кишит русскими. Израиль не мог совершить авианалёт, не предупредив Россию, и, цитата, «Израиль показал, что русские не мешают нам охранять свои интересы и бороться с Ираном», подчеркнул «Исраиль лови». Позднее командование армии Сирии заявило, что атака на военный объект проводилась из воздушного пространства Ливана. О пролётах самолётов «Цахал» над Ливаном ночью сообщили источники в Ливанской Хезбалле. Для начала вспомним, какие ещё удары были нанесены по территории Сирии, предположительно, Израилем с начала этого года. 13 января. Нанесён удар по военному аэродрому Меззе и ещё нескольким целям в окрестностях Дамаска. 17 марта. «Цахал» официально сообщает о нанесении ударов по складам ракетных вооружений Хезбалы в Сирии. 6 и 7 апреля. Израильский ВВС, по данным сирийских оппозиционных СМИ, снова бомбят объекты Хезбалы, на сей раз в горных районах Сирии. 27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе «Цахала». Уничтожены склады Хезбалы. 25 июня. В ответ на миномётный обстрел израильской территории голландских высот «Цахал» нанес серию ударов по позициям армии Асада. 2 июля. Новый ответ на миномётный обстрел. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии. С этого дня и до 7 сентября, то есть на протяжении двух месяцев, об ударах израильской армии по территории Сирии больше не сообщалось. Всего с начала года «Цахал» нанес до 17 ударов по позициям Хезбалы и сирийской армии. Почему Израиль не подтвердил и не опроверг атаку на объекте риска армии, произошедшую сегодня ночью? Я спросил у израильского политолога Дмитрия Дубова. Абсолютно обычная ситуация. Израиль, в принципе, никогда не комментирует, не подтверждает, не отрицает факта тех или иных военных операций в Сирии. Были, конечно, исключения в последнее время. Это касается военных действий в районе Голландских высот. Там продолжаются бои. И когда на территорию Израиля, так сказать, залетают шальные снаряды, Израиль, как правило, бомбит оппозиции сирийской армии, считая Сирию единственной ответственной стороной за все происходящее. Но когда мы получаем сообщение о том, что где-то в аэропорту Дамаска, как это имело место быть, взрываются какие-то склады с оружием, или вот последняя информация о том, что нанесен удар по этому научно-исследовательскому центру, то, как правило, Израиль никогда не комментирует в них такое загадочное молчание. Я в свое время дал интервью у тогда еще министра иностранных дел Виктора Либермана, задал ему конкретный вопрос, он сказал, что это все ВВС Лихтенштейна и Монако. Вот так вот он, улыбнувшись, не прокомментировал. Атака израильских ВВС на предполагаемый сирийский химический объект случилась на следующий день после того, как в ООН официально объявили о причастности властей Сирии к инциденту с применением Зарина в провинции Длиб в апреле этого года. Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека. В документе также утверждается, что власти Сирии не менее семи раз применяли химическое оружие в период с марта по июль 2017. О том, почему именно объект в провинции Хама мог стать целью авиаудара, расскажет Андрей Цыганов. 4 января 2016 года. Международная организация по запрещению химоружия, созданная при поддержке ООН, заявляет о полном уничтожении химического арсенала Сирии. 4 апреля 2017 года массированная химическая атака в провинции Длиб уносит жизни 84-х человек, в том числе 27 детей. Всего пострадало больше 600 человек. Большинство стран, включая Германию и США, открыто обвиняют в атаке сирийские власти. А глава Пентагона Джеймс Мэттис заявляет, что Сирия все еще хранит химическое оружие, несмотря на международные договоренности. По оценкам ЦРУ, Сирия в состоянии производить сразу несколько отравляющих веществ. Зарин, Ибрит, Табун и ГазВИЭКС на пяти своих тайных фабриках. Предприятие Сирийского научно-исследовательского центра, которое, как полагают эксперты, и поразили израильские ракеты в ночь на 7 сентября, является как раз одной из таких секретных фабрик. О том, что в районе города Масиаф есть тайная химлаборатория, журнал «Шпигель» писал еще в 2012 году. Два основных объекта находятся в городах Масиаф и Аль-Сафир на севере Сирии, где производятся химические боеприпасы и хранятся ракеты «СКАД» и пусковые установки. 4 мая 2017 года, после атаки в Иглибе, BBC со ссылкой на свои источники в разведке рассказала о том, что власти Сирии продолжают заниматься производством химического оружия. В перечне объектов вновь знакомое название. В документе разведслужб, оказавшемся в распоряжении BBC, говорится, что сирийское химоружие производится на трех объектах – Масиаф в провинции Хама и Думары-Барсех в окрестностях Дамаска. В том же материале источник BBC утверждал, что Иран и Россия знают об этих трех химических предприятиях в Сирии и знают, что они на самом деле производят. Бывший глава израильской военной разведки, как только стало известно об атаке на объект в Масиафе, так прокомментировал ее в Твиттере. Удар, о котором сообщили накануне, не является обычным. Он сыграет существенную роль в дальнейшем развитии конфликта. Ставшая целью фабрика в Масиафе производит химическое оружие и бочковые бомбы, унесшие тысячи жизней мирных сирийцев. Организация по запрещению химического оружия проводила инспекцию на объекте в Масиафе. Однако, по данным Би-Би-Си, производство отравляющих веществ на предприятии никогда не останавливалось. Его просто перенесли в так называемые закрытые секции. Также, по данным британской разведки, объект в Масиафе не просто производил химическое оружие. У него была и вполне конкретная специализация. Установка боеприпасов с ядовитыми газами на ракеты большой дальности. От Масиафа до границы Израиля чуть больше 200 километров. Ливанское движение Хазбалла, признанное в Израиле террористической организацией, союзник Ирана в Сирии. Сегодня днем, уже после новостей об авиаударе по химическим объектам, сирийской армией стало известно, что в ближайшее время президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Ранее Харири заявил, что считает участие шиитской группировки Хазбалла в сирийском вооруженном конфликте огромной ошибкой, о которой он говорил лидерам боевиков в лицо. Как может быть связан предполагаемый удар израильских ВВС с позицией Ирана? Я спросил сегодня также у политолога Дмитрия Дубова. Надо понимать, что Сирия сегодня, это Сирия, не та Сирия, которая была несколько лет назад. Вся эта война с ИГИЛом или с оппозицией, как угодно можно интерпретировать, Асада очень истощила, и как результат он оказался, наверное, даже более чем хотел, зависим от Ирана и от его сателлитов Хизбаллы. И вот тот самый научно-исследовательский центр, по которому был нанесен удар, возможно, что там производилось оружие, которое с точки зрения Израиля могло попасть в руки Хизбаллы. А для Израиля это как раз та самая красная линия, которую здесь не готовы терпеть. Вот что касается этого удара, то он был нанесен самолетами, да, по сообщениям иностранных СМИ Израиля, и был нанесен, он это известно, с территории не Сирии, а с территории Ливана. То есть для того, чтобы бомбить сирийские объекты, израильским самолетам нет необходимости залетать на сирийскую территорию. Что же касается Ирана, то как в Иране, так и в Сирии, кстати, есть комплексы С-300 и, возможно, даже С-400. Но вот как показывает практика, если вот этот объект был защищен, да, на бумаге, по крайней мере, комплексами ПВО, то эта защита не сработала. Что дает некую надежду Израилю, по крайней мере, не знаю, надежду рассчитывать на то, что эти комплексы не сработают, и когда дело дойдет до возможной теоретической атаки по иранским медленным объектам, о чем вслух говорил в последнее время израильский премьер. В августе этого года премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньягу срочно вылетел в Сочи. Свой визит к Владимиру Путину израильский премьер объяснил тем, что в Сирии укрепляется Иран. На фоне побед над террористами из исламского государства Иран занимает территорию, освобожденная от экстремистов. Это угрожает безопасности Израиля у его северных границ. Чем точно закончились переговоры с Владимиром Путиным, осталось тайное. Однако по итогам премьер-министр Израиля говорил вот что. Иранское присутствие в Сирии представляет опасность не только для нашей стороны, но и для всего региона. В беседе с президентом Путиным я очень четко обозначил нашу позицию по этой проблеме. И тот факт, что для нас это абсолютно неприемлемо. По итогам моих встреч с Путиным в прошлом, могу сказать, что каждый такой разговор приносил пользу безопасности Израиля и его интересам. Я верю, что и интересам России тоже. О нашей сегодняшней беседе могу сказать то же самое. Мог ли премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньягу обсуждать с Владимиром Путиным удары по сирийским военным объектам? И будет ли Россия мешать самолетам ЦАХАЛ бомбить цели союзников? Я также спросил сегодня у политолога Дмитрия Дубова. Ну вот была недавно встреча нашего премьера с Путиным в Сочи. И вот тут действительно возникают вопросы. Говорил ли ему Нетаньягу, что Израиль будет бомбить? Не знаю, мне кажется, навряд ли. Говорил ли он ему, что Израиль оставляет за собой право реагировать, когда он видит, что вот-вот будет пересечена красная черта? Наверняка и об этом он говорил неоднократно и публично и в других форматах. Но вот как отреагирует на это Россия, учитывая, что авиаудар был нанесен по объекту, который находится буквально в 20 километрах от места расположения российских объектов в Сирии? Вот это уже действительно конкретный вызов, с которым Израилю придется считаться. Здесь есть некоторые мнения на этот счет. Бывший высокопоставленный сотрудник Моссада, Исраил Лави, говорит о том, что россияне могли на самом деле знать, что будет происходить в Сирии. А вот бывший начальник военной разведки ОМАН говорит о том, что наверняка Израилю придется готовиться к какому-то ответу. И к другим новостям. Фейсбук обнаружил связь между российской фабрикой троллей и вмешательством в американские выборы. Отдел безопасности социальной сети Фейсбук выявил почти полтысячи фейковых аккаунтов, размещавших рекламу во время избирательной кампании. Оплаченные посты, по данным Фейсбук, были направлены на разжигание розни по конфликтам для американского общества вопросам. От миграции до расовой дискриминации, отношения геем и право на ношение оружия. При анализе покупок объявлений мы обнаружили, что расходы на рекламу в период с июня 2015 года по мая 2017 года составили около 100 тысяч долларов США, которые пошли на оплату примерно 3 тысяч рекламных объявлений от имени 470 недостоверных учетных записей и страниц, нарушающих правила нашего сервиса. Наш анализ показывает, что эти аккаунты и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России. Все данные уже передали спецпрокурору Роберту Мюллеру. Он ведет расследование вмешательства Москвы в президентские выборы. В Комитете по разведке Сената США намерены проверить, был ли сговор между российскими троллями в социальных сетях и окружением Дональда Трампа. По данным Facebook, часть фейковых аккаунтов могла быть связана с так называемой Ольгинской фабрикой троллей в Санкт-Петербурге, известной как Агентство исследований. В 2013 году журналисты выяснили, что агентство связано с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным тесными связями с Кремлем. Согласно расследованию РБК, с тех пор на базе фабрики троллей успел вырасти медиахолдинг, распространяющий в сети про кремлевские новости. Совокупная посещаемость всех принадлежащих ему сайтов в доходе до 36 миллионов человек в месяц. И вот сегодня дело одной из экс-сотрудниц Ольгинской фабрики троллей рассматривали в суде Санкт-Петербурга. О том, чем она занималась на фабрике троллей и почему теперь судится с бывшим работодателем, расскажет собственный корреспондент Настоящего Времени в Петербурге Юрий Бронюк. Ольгинские тролли победили сегодня в городском суде, даже не явившись на заседание. Ольга Мальцева, их бывшая коллега, не имеет права на декретные выплаты. Так решил судья всего за одно заседание, которое длилось меньше 20 минут. Конечно, будем жаловаться дальше в президиум городского суда. Далее Верховный суд России, если нам откажут. Ну и дальше будем уже оценивать перспективы иных судов, исходя из тех специалистов, которые изделили. Напомню, суть конфликта Мальцева родила ребенка в прошлом году и рассчитывала получить оплачиваемый отпуск на так называемой фабрике троллей. Юридически она называется ООО «ТЭКО», а еще раньше ООО «Интернет-исследование». О том, что в обязанности девушки входило писать комментарии к статьям и постам в интернете, адвокат Мальцевой Максим Оленичев рассказывал еще суду первой инстанции. Было техническое задание, которое необходимо было исполнить. И, соответственно, были иногда адреса на те сайты, на которые нужно зайти и дать комментарии. Много таких адресов не было, и ей нужно было эти комментарии все равно давать. Но каждый день должна была давать 50 комментариев в интернете под постами других сотрудников фабрики троллей, либо под какими-то публикациями, ну и также делать рерайты некоторых текстов. Там же были предоставлены документы, которые свидетельствовали о трудовых отношениях девушки и фабрики троллей. Но весной в Невском районном суде посчитали, что истец не доказал факта трудовых отношений и со скандальными интернет-комментаторами. При этом бывшие коллеги не выходят на связь и с самой Ольгой Мальцевой. Никак. Они не приходили на суды. И, в принципе, никакого общения не было с ними. Для вас теперь принципиальный вопрос довести это дело до конца? Ну, раз уж начали, уже было бы здорово довести до конца. Все-таки добиться того, чего мы хотим. Сама Мальцева о своих обязанностях тролля рассказывает, как об обычной работе. Мы писали 12 постов в день. Сначала было 10, потом сделали 12 уже на политические темы и комментарии различные. Но комментарии были как социальные, так и политические. Любые можно было писать. Мы писали в ЖЖ. Соответственно, это было распространение просто в СМИ информации в определенном ракурсе, в котором было нужно распространение определенного мнения, в общем, о политической обстановке в стране и на Украине. Там во всех, в принципе, отделах рассматривается и украинская, и вся эта история, и Россия, и Сирия тоже была. На тот момент, наверное, Украина была все-таки больше по объему, но в какой-то период, когда в Сирии обострялась ситуация, то есть очень много было именно Сирии. Кто-то писал на английском, но точно я подробности не знаю, так как нам этого не рассказывали всего. То есть работаешь и работаешь, и все. Остальное уже не твое дело. Мы в основном общались из своего отдела, только с ребятами. Добавлю дело Мальцевой против фабрики троллей, или ольгинских троллей, как их еще называют. Не первое. Еще раньше иск против интернет-комментаторов подала другая бывшая сотрудница Людмила Савчук. Суд встал на ее сторону, ей вернули долги по зарплате и даже выплатили символическую компенсацию в один рубль. Программу мы продолжаем. Она прямо сейчас транслируется в Фейсбуке, прямо на странице настоящего времени. Вот, что вы в ней увидите дальше. Россия несет большую угрозу, чем ИГИЛ. Петр Порошенко рассказал о главных опасностях для Украины. А в Краснодарском СИЗО нашелся украинец, которого, предположительно, в Россию выманило ФСБ. Это будет очень глобальное политическое изменение вообще, в принципе, в стране. Скандал на выборах, о которых забыли рассказать гражданам. За что глава ЦИК Элла Панфилова сделала вымелочку мэрии Москвы. Что такое Украина? Кто такие мы, украинцы? Насколько мы модерновая нация, ну, то есть современная. В Киеве открывается фестиваль «Гогольфест». Его основатель – режиссер Влад Троицкий. Об Украине и современном искусстве во время войны. Украина стартует в Украине новый политический сезон. И традиционно он это делает в выступлении президента. Петр Порошенко сегодня обратился к Верховной Раде с ежегодным посланием. Он много говорил о внутрополитических проблемах, а в конце призвал не расшатывать страну, назвав Россию главной военной угрозой для Украины. Из Киева с подробностями Юлия Дрозд. Лишь один неправильный шаг, и мы снова внизу. Своё выступление Петр Порошенко начал с призыва завершить реформы, стартовавшие после революции достоинства. Одна из основных задач – выполнение соглашения с Евросоюзом. Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность, и нас просто не станет. Мы должны дать второе дыхание борьбе с коррупцией, экономическим преобразованием и убрать почву для разговоров о якобы откате реформ. На завершение начатого президент отвёл два года – до новых президентских выборов. Для борьбы с коррупцией Порошенко предложил отменить депутатскую неприкосновенность. Но со следующего созыва парламента – так, полагает Порошенко, нынешние депутаты легче примут решение. Также президент согласился с тем, что нужно создать независимый антикоррупционный орган. Суд или отдельную палату Порошенко не уточнил. Этот орган должен быть зависим только от закона, но свободным от любых посторонних влияний – моего и вашего, уважаемые народные депутаты, политических партий, правоохранительных органов и прогрессивной общественности. Главной внешней угрозой не только Украине, но и Западу Порошенко называет Россию и российско-белорусские учения «Запад-2017». Президент считает их подготовкой к масштабной войне и цитирует американского сенатора Джона Маккейна. Россия несёт большую угрозу, чем ИГИЛ. У тех нет военных возможностей, технологий и желания править миром. У России они есть. Украина тем временем рассчитывает на получение от США оборонительного вооружения. В то же время вернуть Донбасс и Крым военным путём, по мнению Порошенко, невозможно. А миротворческий контингент должен располагаться по всей зоне конфликта. «Мы за то, чтобы развернуть полноценную миссию, которая будет обеспечивать не консервацию российской оккупации, а установление длительного мира. Параметры миссии ни в коем случае не должны согласовываться с боевиками так называемых ЛНР и ДНР». В своём выступлении Порошенко ответил и многочисленным критикам. Президент сказал, что залог мира – политическое единство внутри страны. Цитата «Хотите бороться против президента? Пожалуйста, но прошу вас, не расшатывайте страну». Юлия Дроз, Настоящее время. Пропавший две недели назад украинец Павел Гриб нашёлся. Как сообщил отец пропавшего молодого человека, а позже подтвердил и МИД Украины, 19-летний гражданин Украины содержится в данный момент в СИЗО номер 5 российского города Краснодар и обвиняется в терроризме. Эту информацию настоящему времени подтвердили в МИД Украины. Украинские дипломаты в Ростове-на-Дону получили официальное сообщение о судьбе Павла Гриба от ФСБ России. Он задержан, по информации управления ФСБ в Краснодарском крае, 25 августа по обвинению в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они не сообщают, где именно его задержали. Посольству Украины в России и Генеральному консульству в Ростове дано поручение немедленно обратиться с Нотой в российский МИД с требованием дать украинским консулам доступ к задержанному гражданину Украины. 19-летний Павел Гриб пропал в День независимости Украины, 24 августа. Он на один день поехал в Беларусь. В Гомеле в часе езды от Украины и от российской границы Павел, по словам отца, встретился с девушкой из России, с которой ранее познакомился в социальных сетях и активно переписывался. После встречи следы Павла Гриба теряются. Теперь Павел нашелся в СИЗО-5 Краснодара. Белорусские силовые ведомства всячески открещивались от пропажи украинца. Единственное, что на данный момент признали в официальных органах Беларуси, факт пересечения Павлом Грибом Украины-белорусской границы. Сегодня, когда выяснилась судьба Павла Гриба, наши журналисты встретились с отцом пропавшего украинца. Это первое, это адвокат, это допуск до сына адвоката, это выяснение, стан его здоровья. Звечайно рады, что нашелся, что мы знаем уже, где он. Так нет ничего хуже, чем безызвестность. Сейчас мы уже знаем наш путь, и я думаю, что мы максимально приложим взвечайно все силы для того, чтобы его как можно скорее вернуть на родину, в Украину. Я туда, к сожалению, не могу поехать, в силу некоторых причин. На данный момент никто из украинских дипломатов поговорить с Павлом Грибом не смог. Сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове дважды пытались встретиться с гражданином Украины, но получали отказ. В настоящее время будет следить за судьбой Павла Гриба. Другим новостям. В это воскресенье в Москве и в еще нескольких регионах России пройдут муниципальные выборы. Но в столице России они особенно заметны из-за претензий независимых и оппозиционных кандидатов. Заметны именно потому, что, как пишет сегодня газета «Ведомости», московские власти делают все, чтобы о голосовании москвичи не узнали и выборов не заметили. Стратегию не информировать жителей Москвы о выборах придумала по информации этого издания вице-мэр столичного правительства Анастасия Ракова. Это рассказал издание «Источник» в администрации российского президента. В настоящее время попросила саму Анастасию Ракову прокомментировать эту публикацию. Ну а начальник предвыборного штаба Дмитрия Гудкова, Максим Кац, опубликовал видео, полученное якобы от своих сторонников среди людей, нанятых московской мэрией. Максим Кац утверждает, что вот на этих кадрах люди вынимают из почтовых ящиков агитацию оппозиционных кандидатов и сдают ее в районные префектуры за деньги. Сегодня глава ЦИК Элла Памфилова обратилась в правоохранительные органы и правительство Москвы с рекомендацией принять меры по наказанию злоумышленников, назвав эти действия вопиющими. Памфилова пообещала, что будет внимательно следить за ситуацией. Вот к разговору с Максимом Кацем мы вернемся чуть позже. Сегодня наш собственный корреспондент в Москве Анна Зелькина решила сама проверить, как обстоит дело с предвыборной агитацией и знают ли москвичи вообще, куда и зачем они могут пойти проголосовать. Избирательный участок номер 147 находится в школе в Старопименовском переулке в центре Москвы. Единственный информационный щит никакой информации о предстоящих муниципальных выборах не сообщает. На информационном щите у подъезда жилого дома в том же Старопименовском переулке можно видеть агитационные листовки заинтересованных партий. Или же самостоятельных кандидатов. Конечно, пойдем на выборы. А вы знаете, когда и где? Нет, не знаю, к сожалению. Первый раз слышу вообще за выборы. Вы не знаете о том, что муниципальные выборы в Москве через Россию? А вы москвич? Да. 10 сентября выборы в законодательные собрания на регионах по всей стране проходят. В том числе у нас, в Москве, в Подмосковье. Пока не решила. Не знаю, наверное, семье посвящайте. Сотрудники территориальной избирательной комиссии Тверского района на наши вопросы ответить отказались. Единственный, кому оказалось не проблематично объяснить ситуацию, наблюдатель при избирательной комиссии. Все мои друзья знают о предстоящих выборах только из интернета, из фейсбука, с сайтов, со страничек своих друзей или кандидатов, которых они поддерживают. Люди, которые старше по возрасту, просто далекие от интернета, у которых нет аккаунтов, они вообще не знают, за кого голосовать, не знают, куда идти, не знают, где эти участки находятся. Рядом с территориальной избирательной комиссией Тверского района находится информационный щит. Здесь нет, как вы видите, ни слова о предстоящих муниципальных выборах, зато масса разных других объявлений. Приглашают на военную службу по контракту, объявления от ГБУ жилищника района Тверской. Далее, обращаются к жителям Тверского района. Если вам известны случаи жестокого обращения с ребенком, дайте об этом знать. Более того, два объявления по поводу предстоящего дня города. Реклама фестиваля «Добрая Москва» на Цветном бульваре и программа «Ко дню города», куда приглашаются все желающие. Властям Москвы нужна, как мы называем здесь в народе, овощная грядка. То есть не профессиональные и активные депутаты, имеющие свое мнение и отстаивающие жители мнения избирателей, а овощная грядка, которая послушно голосует за то, что скажут сверху. Анна Зилькина, Игорь Дорошенко, телеканал «Настоящее время». Впервые владельцы московских квартир, которые потратили немало денег на приобретение недвижимости, решились попробовать хоть немного, но повлиять на то, как местные власти будут распоряжаться деньгами на благоустройство и обслуживание территории города, в котором они живут. Это мнение участника предвыборной кампании, главного редактора проекта «The Questions» Тони Самсоновой. Так она объясняла свое участие в кампании, которую возглавляет Максим Кац. Вот что он сам сегодня рассказал «Настоящему времени». Скажи, пожалуйста, при слове «муниципальный выбор» мне по традиции сразу хочется зевать. Эта кампания тоже такая же скучная или в ней есть какая-то изюминка? Мы даже слово «муниципальный» специально не используем. Но кампания эта совершенно не скучная, именно потому что очень много обычных людей, интересующихся политикой, которые просто не знали, как зайти в это все, потому что это очень сложно, специально сделаны барьеры бюрократические, технические, всякие разные, чтобы обычные люди не могли зайти. И вот мы эти барьеры все сняли, сделали систему, чтобы люди могли пойти в политику, и очень много людей пошло. Если мы выиграем больше мандатов, чем «Единая Россия», а такое возможно, если люди придут на выборы, то это будет очень глобальное политическое изменение вообще в принципе в стране. Москва отказала в поддержке «Единой России», это очень серьезно. Теперь очень важно то, что ты сказал, если москвичи придут на выборы. Судя по твоим сегодняшним заявлениям и тем статьям, которые публикуют издания «Ведомости», каким-то образом Москва всячески препятствует тому, чтобы люди о выборах узнали. Что происходит? На твой взгляд, что происходит? Мэрия делает все, чтобы об этих выборах никто не узнал. Во всех медийных ресурсах мэрии ничего о них нет. Телеканалы, газеты, они также нанимают людей специальных, которые сдирают всю информацию и вынимают из ящиков агитационные материалы. Все делается для того, чтобы никто об этих выборах не узнал. Но нам в значительной степени, как мне кажется, удалось прорвать эту информационную блокаду, потому что «Эхо Москвы» отказалось следовать этим пожеланиям мэрии и каждый день просто рассказывает об этой кампании очень много подробно о том, что будут выборы. И слушатели «Эхо Москвы» — это очень значительное количество москвичей — знают, что эти выборы будут. И в Фейсбуке мы очень активно это все рассказываем. Мне кажется, наша аудитория о выборах знает, но посмотрим. Потому что обычный московский пенсионер, он может и не знать вообще, что выборы есть. Если даже Владимир Путин, как сообщается, придет голосовать на муниципальных выборах впервые, это покажет вот так, открыто, то зачем тогда мэрии-то их прятать? Но это просто идет некое противоречие в этом, я вижу, нет? Насколько я знаю, по моей информации, есть серьезные противоречия между администрацией президента Сергея Кириенко и администрацией Собянина Анастасией Раковой о том, как подходить к этой кампании. Ракова хотела провести это тихо, чтобы никто не услышал, спокойно провести всех единороссов и все. А в администрации президента вроде бы считали, что пусть будет, как будет. Пусть москвичи изберут, и как изберут, так изберут. Насколько я знаю. И поэтому в том числе и вот это заявление Путина, что он пойдет голосовать. То есть там есть какое-то такое желание показать некоторую демократичность. Но я не знаю, что у них получится из этого желания, потому что они могут проиграть все мандаты. У них-то с демократией трудности. Но посмотрим. Уже сейчас наблюдатели на выборах следят за тем, как проходит досрочное голосование на выборах в Москве. Кандидат на муниципальных выборах Юлия Галямина, например, утверждает, что в Тимирязевском округе Москвы ей удалось зафиксировать карусельное голосование избирателей. А во Внуково штаб Дмитрия Гудкова зафиксировал препятствия при досрочном голосовании за оппозиционных депутатов. Избиратели не обязаны доказывать свое отсутствие в день голосования, утверждают в штабе Дмитрия Гудкова. Организация «Голос» фиксирует высокую явку на досрочном голосовании москвичей. Но по мнению той же Юлии Галяминой, слова которой приводит «Новая газета», этому поспособствовала как раз активность оппозиции, а не какие-то фальсификации. Оппозиция, которая зовет людей на выборы. Но там избирателям еще придется столкнуться, когда они придут к урнам, с уловкой в бюллетенях. На этих выборах велик процент технических кандидатов и кандидатов-спойлеров, которые могут запутать москвичей, утверждает Юлия Галямина. В Москве сегодня была открыта мемориальная табличка на доме, где жил политик Борис Немцов. Создали табличку архитектор Евгений Ас и дизайнер Евгений Добровинский. Московская мэрия уже объявила эти действия незаконными. Жители дома установили табличку по решению собрания собственников жилья. Они уверены, что это их частная собственность, поэтому никто не имеет права демонтировать мемориальный знак. О других новостях этого дня коротко расскажет моя коллега Катерина Кочкина. Премьер-министр Японии призвал Владимира Путина поставить точку и заключить мирный договор. Документ не подписан после Второй мировой войны. Формально два государства находятся в состоянии войны уже 72 года из-за спора вокруг Южных Курил. Выступая на форуме во Владивостоке, Синзо Абе заявил, что отношение между Россией и Японией ждет блестящее будущее. При этом он ждет от Владимира Путина поддержки в решении северокорейской проблемы. По мнению Токио, нужно срочно вводить новые санкции против Пхеньяна. Но Москва уверена, что делать этого ни в коем случае не нужно. Урегулирование ситуации на корейском полуострове, и особенно решение ядерной проблемы, возможно только политико-дипломатическими средствами. Прежде всего, необходимо снизить общую напряженность, а затем наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами. Как это в частности и предлагается в российско-китайской дорожной карте. Ранее сегодня КНДР пригрозила мощными мерами в ответ на возможные санкции. США предлагают запретить поставки нефти в Северную Корею и заморозить зарубежные активы Ким Чен Ына. Вашингтон подготовил новый проект санкций для обсуждения в совбезе ООН. По мнению властей Северной Кореи, США хотят войны. Бойтесь донайцев, приносящих колбайцев. Так бывший министр экономики России Алексей Улюкаев прокомментировал упоминание корзинки с колбасой от Игоря Сечина. Напомню, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов долларов у главы Роснефти Игоря Сечина. Сегодня в суде выступил водитель Улюкаева и глава управления Росимущества. Водитель рассказал, что бывший министр вынес из офиса Роснефти в портфель весом 15-20 килограммов. В вызове свидетелем вице-премьера России Аркадия Дворковича, о чем ходатайствовала защита Улюкаева, суд отказал. Бывший министр свою вину не признает и обвиняет Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации взятки. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал процесс над Улюкаевым политическим. Устроивший стрельбу в подмосковной школе, арестован. Он пробудет в СИЗО до 5 ноября. Такое решение принял сегодня суд в Москве. Ранее адвокат школьника Виктор Запрутский сообщил, что его подзащитный раскаивается в содеянном и просит прощения. А родители школьника готовы выплатить компенсацию пострадавшим за моральный и физический ущерб. Напомню, во вторник ученик школы номер один в Ивантеевке пронес в школу кухонный топорик, пневматическую винтовку и петарды. Топориком он ударил по голове учительницу, а затем начал стрелять и взрывать петарды. В панике трое детей выпрыгнули из окна и получили увечья. Все четверо пострадавших сейчас находятся в больнице. Согласно материалам суда, подросток проходит подозреваемым по статье «Хулиганство». Однако накануне Следственный комитет заявил, что рассматривает дело по статье «Покушение на убийство». Ураган Ирма надвигается на Пуэрто-Рико. Накануне удар стихии приняли на себя острова Карибского бассейна. Ураган практически уничтожил остров Барбуда, на котором проживает 1700 человек. По оценкам властей, инфраструктура туистического острова уничтожена на 95%, а на ее восстановление потребуется около 150 миллионов долларов. У одних домов сорвало крыши, другие полностью уничтожены. Душераздирающее зрелище. Вся инфраструктура разрушена. И впереди еще один шторм – ураган Хосе. И если он двинется в нашу сторону, придется эвакуировать жителей Барбуды. Под удар попал и англо-французский остров Сен-Мартен. По предварительным данным, на французской территории погибли 8 человек. Ирму называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км в час. Метеорологи сообщали, что ураган может затронуть британские Виргинские острова, Кубу и даже американский штат Флорида. Президент США Дональд Трамп объявил в штате и на американских островах режим чрезвычайного положения. Французские модные дома перестанут нанимать слишком худых моделей. Сразу две крупные корпорации объявили, что отныне не будут брать на работу манекенщиц с размером меньше 34-го по французской шкале, то есть XS по международной. Это значит, что слишком худые модели перестанут появляться на показах Кристиан, Диорджи, Ванши, Гуччи и других марок. Решение – результат жесткой критики в адрес модных домов. Производители упрекают за потакание пищевым расстройством, провоцирующим болезненную худобу. В некоторых странах, включая Францию, за последние годы было принято несколько законов, обязавших компании принимать на работу только моделей, получивших справки о здоровье и соответствии веса, росту и возрасту. Я подумал сейчас, что я давно не читал вашу традиционную перекличку в комментариях к этой программе, которая идет не только у ваших кабельных операторов, и в Ютьюбе, и в Фейсбуке тоже. Вот из Фейсбука сразу и передам привет вам в ответ на ваши. Из Киева спасибо, Максим Роганин пишет нам, что смотрит. Привет, Варшава-Хмельницкий. Спасибо всем, привет, Саратов. Прямо сейчас пишет Татьяна Агольцова. Татьяна, вижу ваши комментарии, спасибо. Всем добрый вечер, Санкт-Петербург. Много-много комментариев по поводу нашей первой темы этой программы, посвященной событиям в Сирии, атаки, которые произвел на химические объекты. И Израиль, комментируйте активно, постарайтесь держать себя только в рамках приличия. Все-таки хочется, чтобы эти комментарии были как можно более конструктивными. Для этого мы, в конце концов, и делаем эту программу. А сейчас к другим новостям. Генеральная прокуратура Испании подаст в суд на депутатов и правительство Каталонии. Власти этого автономного сообщества на северо-востоке Королевства приняли решение 1 октября провести референдум о независимости. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, 1 октября звучит так. Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления? Подробности знает Алена Островская. Региональный парламент в среду на протяжении 12 часов бурно обсуждал законопроект о плебисците. В результате за высказались 72 из 135 депутатов, при 11 воздержавшихся. Президент Каталонии Карлос Пучдемон сразу после голосования подписал документ. Мы призываем граждан страны решить, каким должно быть будущее Каталонии. Должна ли она следовать нынешним курсам автономной области или избрать новый путь независимой республики? Мадрид инициативу одного из самых экономически развитых регионов, мягко говоря, не одобряет. Премьер-министр Мариано Рахой обратился в Конституционный суд с целью признания решения референдума незаконным. В четверг правительство обсудит планы Барселоны на экстренном заседании. Каталония не первый год пытается отделиться от Испании. В 2014-м региональные власти собирались организовать референдум о независимости. Но Конституционный суд признал проведение голосования незаконным. Тогда в автономной области прошёл неофициальный опрос. За отделение региона высказались 80% участников. Развитие киноискусства происходит вне конвейера. Оно плод художественного подвижничества. Эти слова звучат в манифесте кинофестиваля «Арт-дог-фест», который открывается в пятницу в Риге. На сегодняшний день «Арт-дог-фест» — самый крупный фестиваль документального кино на русском языке. Ежегодно его посещает около 20 тысяч зрителей, гостей и участников. В настоящее время информационный партнёр фестиваля, мой коллега Ренат Давлит-Гильдеев, накануне открытия «Арт-дог-феста» встретился в Риге с президентом фестиваля. Три года назад министр культуры России Владимир Мединский сказал. Пока я министр, ни один из проектов Манского поддержан не будет. Я буду накладывать вето на любое решение любых экспертных советов. Он не имеет права просить денег у государства, с позиции которого не согласен. Три года назад «Арт-дог-фест» впервые прошёл в Риге. Сюда же переехал арт-комитет фестиваля и сам документалист Виталий Манский. Просто невыносимо. И вот это ощущение невыносимости, оно не только тебя преследует, но оно ещё и задаёт вопросы о, собственно, что ты делаешь, ради чего ты делаешь. И есть ли смысл это делать? Мы же болеем, живём и соучаствуем с процессом своей большой родины, в которой вот всё это творится на твоих глазах. Рижский арт-дог-фест – первая часть фестиваля, вторая всё-таки пройдёт в России в декабре, несмотря на такое рьяное неприятие министром культуры. Причём так уже третий год. И всё равно все разговоры здесь о бегстве, о лишь возросшем противостоянии власти и художников. То, что началось в 2014-м именно с арт-дог-феста – выдавливание независимой культуры за границу ли, в камеры ли следственных изоляторов. Здесь, правда, вот странное чувство, когда ты просто понимаешь, что происходит. Когда ты понимаешь, что Кирилл, у которого сегодня день рождения, кстати, я вот его хочу поздравить, пользуясь случаем, человек, который делал максимум того, что может делать и должен делать художник для своей страны. Имена Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Олега Сенцова – тот контекст, в котором существует фестиваль. Неподалёку Латвийский национальный театр. Лишь этой весной примерно та же публика, что соберётся здесь, на церемонию открытия, аплодировала Серебренникову на премьере его постановки «Ближний город». Фильм документалиста Аскольда Курова об Олеге Сенцове – одна из главных премьер рижского арт-дог-феста. Я вообще не представляю, честно говоря, как можно делать фестиваль документального кино без картин, которые входят в основную точку нервного вот этого сплетения времени. Слава богу, эти картины есть. Их же с каждым годом становится всё меньше. Этот пример арт-дог-феста звучит как завет и как мантра «Не брать денег у государства, сколько бы ни предлагали и что бы ни обещали». Потому что «взять» – значит начать жизнь на грани. Молотка судьи и ФСБшников в масках на пороге твоего дома. Да что там деньги? Даже корзиня с колбасами из рук, обличённых властью, лучше не прикасаться. Вот вам, кстати, и шутка судьбы. У Кирилла Серебренникова день рождения в один день с Игорем Сечиным. Сегодня. Правда, тысячи постов в соцсетях, фотографий, поздравлений и слов поддержки. В этот день лишь у одного из них. И, надеюсь, он все их ещё непременно прочтёт. Смотрите сразу после моей программы документальные фильмы «Приходи свободным» и «Камчатка. Лекарство от ненависти». «Приходи свободным» – так приветствуют друг друга в Чечне. Режиссёр Ксения Хапкина создала визуальную антропологию жизни чеченского посёлка, показав мало кому известный уклад жизни и традиции этого народа. «Камчатка. Лекарство от ненависти» – фильм режиссёра Юлии Мироновой. Главный герой картины – военный корреспондент Вячеслав. Побывав на войне 27 раз, он не смог адаптироваться к нормальной жизни и сбежал на Камчатку. «Камчатка. Лекарство от ненависти» «Приходите домой свободными. Аминь». В Киеве сегодня открывается международный фестиваль современного искусства «Гогольфест». Юбилейный десятый фестиваль может стать и последним. Об этом заявил его основатель и режиссёр Влад Троицкий. По словам режиссёра, главная причина заморозки «Гогольфеста» – хронические проблемы с его финансированием. О фестивале искусств и о настоящем будущем Украины Влад Троицкий рассказал в большом интервью «Настоящему времени». Ничего не хватает в Украине – это понимание, насколько гуманитарная сфера и культура реально важны для сознания человека. Ты просто думаешь, мы там всё время говорим о реформах, о преобразованиях страны, медицинская реформа, образовательная реформа. Но кто формирует эту этическую струну, вокруг чего строятся эти реформы? Если условно говоря Европа, на которую мы пытаемся ориентироваться, там есть определённая традиция, гуманистическая традиция Франции. В конце концов, когда-то была просвещение, эпоха просвещения, которая сформировала определённый запрос общества по культурной структуре мира. Ну и определённый уровень осознания себя. Ну кто я есть? Немец, француз, бельгиец, литовец. Они идентифицируют себя через культуру, через… ну не через землю же, да, ну не земля же является идентификатором того, кто ты есть. Можно, конечно, идентифицировать себя через народное пение, но это вчера. Что есть современная Украина сейчас? Как она, ну как она транслируется, как внутри страны, так и вовне? Каким образом, ну где этот образ, где этот имидж Украины? И мне кажется, что культура и искусство – это, собственно, то пространство, где мы можем вместе, то есть и художники, и зрители, и публика, можем найти некое новое, новый формат гармонии. Ну это вопрос доверия, вопрос любви, да, как наполнить себя любовью, доверием и объединиться за, а не против. Да, то есть вот вопрос, как мы можем, как это можно сделать, ну всегда против объединиться гораздо легче, ну ты видишь, против чего, да, а когда возникает вопрос «за», возникает вопрос «вкуса», ну там много всяких, и насколько можно договориться, как договориться. Какие этические принципы, которые, которые, которые нас объединяют? Какие, какая вот, какая история, которая, ну особенно в нашей стране, которая находится на такой очень зоне высокой турбулентности. Война, с одной стороны, с другой стороны, переосмысление, кто мы есть, ну что такое Украина, кто такие мы, украинцы, насколько мы модерновая нация, ну то есть современная. Как мы можем воспринимать и обрабатывать вызовы современного мира, ну не только внутри страны, да, ну там терроризм, все эти вот экологические катастрофы. Мир задает тебе вопрос, и ты должен, ну каким-то образом найти технологию, дорожную карту, где и как, как это определить, да, ну что делать в этой ситуации. Ну, есть образ врага, Россия, Путин, ну например, да, есть образ врага, там коррупция, например, да, там еще что-то. А где это вот будущее? Ну, нельзя же всю свою жизнь посвятить борьбе против, да, мы же должны что-то построить. И вот, ну одна из моделей, этот ковчег и центром, ну, сердцем фестиваля в этом году, это будет Арк Скотт, который вот седьмого открывается. Это удивительное здание, то есть здание, которое будет сразу после фестиваля снесено, но хозяева нам позволили войти в это здание, ну, со всеми художественными проектами. Мы сделали опен-кол, и пришло более сотни художников. И сейчас каждый квадратный сантиметр этого здания превращен в арт-объект. Они разрешены, они буквально там, ты ходишь, и от, действительно, каждого квадратного, от наружной стены до подвалов, до каких-то комнат, коридоров, потолков, ну все. И там не только художники, там и перформеры, и театр, и музыка, и кинопрограмма. Вот ты понимаешь, на самом деле, насколько немного нужно, чтобы родить чудо. Вот этот немножко утопический проект, да, но при этом мандальный, ну как в буддизме, да, когда буддисты делают эту мандалу из песка, которая потом рассыпается. И в этом, в этой конечности есть какая-то безумная красота и ценность каждой секунды, которую ты можешь прожить в этот момент. У меня не болит, да, что ничего не болит. У меня. И без того, так сердце скрипит. Ей-богу. У меня не болит, да, что ничего не болит. У меня и без того, так... Фактически об Украине никто толком не знает. Мы терра инкогнута. Ну есть какие-то, ну понятно, война с Россией, есть вот эта вот наболевшая коррупция. Ну то есть это все негатив. Позитива, ну фактически нет. Ну мы не можем предоставить нормальный, качественный культурный контент, который бы позиционировал Украину как мощного игрока, ну и вообще как самодостаточного сильного игрока на мировой культурной карте. Понимаете, да. И самая печалька, что нет запроса внутри страны на это. Ну, у социума. Ну вот это вот. Поэтому наш главный образ нашей Украины, для меня это без всякой иронии, без всякого стеба, это Поплавский. Это символ Украины. Вы, ну вы не, ну можете, можно конечно это смешно звучит, но если разобрать по формальным признакам, ну как ректор Университета культуры, с, наверное, серьезным финансированием, там еще какие-то фестивали, идет реклама, что вот как украином, украинский, да, там есть баннер, который размещается на куче ресурсов, стоит Поплавский с колбасой. И тогда вырождается образ вот жлоба, хохла, что вот сало и горилка – это наше все. Сало, им на салисплю, ой, я так его люблю. Ну, если, ну, если не понимать, что это на самом деле гораздо опаснее, чем все, весь русский мир, это идеология русского мира, там, Путина, это же уничтожение тебя как человека, превращение тебя просто в какое-то жлобское животное. Я на этом с вами прощаюсь, я, Тимур Олевский, вернусь в эту студию завтра и обязательно расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Субтитры подогнал «Симон»